Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах. Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных постов. По решению ЦИК досрочно проголосовать можно 11 и 12 сентября. В Самаре избирательные участки начали работу сегодня с 8 утра. Как была организована работа, выяснили наши корреспонденты. Избирательные участки в Самаре открылись с 8 утра. По данным обл. избиркома, к работе приступили все 1414 участковых избирательных комиссий. Особое внимание организаторы выборов уделили обеспечению безопасности людей. Весь процесс проходит с учетом соблюдения рекомендаций, утвержденных Роспотребнадзором. Все средства защиты нам выдано, все рекомендации Роспотребнадзора мы выполняем. Маски, перчатки, ручки индивидуальные каждому. Все нам выдано. Дисциплинированы все проходят в работе? Хорошо. Отдать свой голос и проверить, как при голосовании обеспечиваются нормы санитарной безопасности, на свой избирательный участок в 132-ю Самарскую школу пришел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Муниципальные депутаты – это муниципальная власть. Это власть самая близкая к людям. Во всяком случае, так должно быть. И вот чтобы было именно так, на избирательные участки должны прийти избиратели, должны прийти люди, которые живут в этом поселке, живут в этом районе, живут в этом городе. И отдали свои голоса за того кандидата, кто, по их мнению, и будет представлять их интересы в полной мере. Будет защищать их права, будет рядом в сложные минуты. Правом досрочного голосования воспользовался и председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Он отмечает, что муниципальный уровень является основой всей системы власти. Это как бы фундамент. Вот здание, представьте себе. Прекрасное здание можно построить, третье этажей с плохим фундаментом или на плохой почве. И здание поплыло. Так вот и в политике тоже. Поэтому мы должны поднять и усилить авторитет местной власти, муниципальной власти. Участие в голосовании приняла главный врач городской Самарской больницы номер 4 Наталья Виктор. Мы в дальнейшем определяем то, как мы с вами будем жить. Как будут жить наши дети, как будет развиваться наша страна. Ведь мы все любим свою родину и надеемся на ее поступательное развитие. Но наша родина начинается с малого. Со своего подъезда, со своего двора, со своей улицы, со своего города. А вот в этом очень большую помощь оказывают депутаты местного самоуправления. Досрочно проголосовала директор театра «Самарская площадь» Наталья Нусова. Сейчас мы выбираем самую близкую к нам власть. Это в райсоветы. Именно с этими депутатами нам жить. Потому что уже дальше, выше они нас представляют. Именно они будут представлять наше мнение. Поэтому я считаю, что это очень важно. Свой выбор сделал и заслуженный артист России Владимир Гальченко. Выборы, которые проходят в эти дни, они самые близкие к нам выборы, потому что решается судьба нашего города. Мы все с радостью замечаем, как изменилась Самара за последние годы. Как Самара стала европейским, удобным для жизни городом. И вот сегодня, в эти дни, мы выбираем тех людей, кому мы доверим наш город на ближайшее время. Следят за выборами в Самарской области общественные наблюдатели. Независимый мониторинг призван обеспечить легитимность процесса и результатов голосования. Все люди, которые изъявили желание стать наблюдателями, прошли специальные курсы, которые проводил региональный избирком. Слушателям рассказали о стандартах наблюдения, а также чему нужно уделять пристальное внимание. С проверкой на избирательный участок 29-18 в Ленинском районе пришел председатель городского совета ветеранов Владимир Пронин. Вопрос заключается в том, чтобы посмотреть все избирательные участки в нашем городе. И в целом сегодня по области тоже наши сотрудники ездят, как говорится. И смотрим, как все здесь организовано. Но я вижу, что организация очень хорошая. С точки зрения безопасности по коронавирусу тоже самое все здесь поддерживается. 11 и 12 сентября голосование будет проводиться до 20 часов в помещениях участковых избирательных комиссий. Избиратели, которые по состоянию здоровья не смогут самостоятельно прийти на участок, имеют право проголосовать на дому. В единый день голосования 13 сентября избирательные участки будут открыты с 8 до 22 часов. Лариса Шалафаст, Андрей Горгуленко, Максим Гусев, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Отремонтировать разбитый тротуар на революционный и благоустроить небольшой сквер на улице Гагарина. Глава Самары Елена Лапушкина выслушала пожелания жителей Октябрьского района. Также она побывала на стройплощадке будущего IT-центра на Московском шоссе. Подробности в репортаже Анатолия Главко. 20 лет назад небольшой зеленый сквер на улице Гагарина был точкой притяжения для всех жителей Октябрьского района. Здесь собиралась молодежь, чтобы поиграть в теннис и баскетбол. Сейчас это место заброшено и непригодно для отдыха. Самарцы попросили Елену Лапушкину привести сквер в порядок, установить здесь спортивные тренажеры и обновить освещение. Глава города предложила жителям принять участие в программе формирования комфортной городской среды. Все в ваших руках. Надо людей сейчас объединить. Грамотный дизайн проект сделать. Просто грамотный. Потому что кому-то, вы говорите, лавочки, кому-то спортивные, многофункциональные и так далее. И людей, чтобы в следующем голосовании рейтингом они вошли хотя бы в четверку лидеров. Также жители попросили главу города привести в порядок разбитый тротуар на улице Революционной. Замена бортового камня и само асфальтовое покрытие. Люди просят лавочки, скамеечки, то есть какое-то освещение в тротуарах. То есть нужно вот это. С этим вопросом к Елене Лапушкиной люди обращались и на личном приеме. На следующий год мы изыщем возможность хотя бы начать ремонтные работы по тротуару вдоль улицы. Глава города побывала и на стройплощадке будущего IT-центра, который возводят на Московском шоссе. Пожарная охрана, сигнализация, все-все же выполнено. Так что степень готова. Подделка остается, да? То есть вот сейчас лихты мы доделаем уже, чуть-чуть осталось, и осталось только реально подделка, то, что нам нужно. Общая площадь помещений здания составит около 30 тысяч квадратных метров. Здесь будут трудиться более двух тысяч человек. Благоустройство территории должны закончить до наступления холодов. Анатолий Головко, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Проблемы, возникающие при расселении жителей аварийного дома на Галактионовской, будут решены в каждом случае отдельно. Квартиры, которые им предоставили, в черте города относятся к маневренному фонду. Поскольку жилье это пустовало, не исключено, что при въезде могут быть выявлены неполадки с коммуникациями. Сегодня жителям предоставили возможность забрать свои вещи и перевезти их на временное место проживания. Олег Зверев поинтересовался впечатлениями новоселов. Сегодняшнее утро Валентина Александровна встретила в слезах. Ее квартира на Галактионовской безнадежно испорчена после обвала стены. А переезжать в Озерный не хочется. Здесь любимая работа парикмахера. Ездить ежедневно за 3-9 земель неудобно. Шоковое состояние после ЧП прошло, когда ей предложили другую квартиру на улице Гагарина. Вместе с крышей над головой у нее появилась и уверенность в завтрашнем дне. По сравнению с тем, что было, это, конечно, просто великолепно. Это отдельная, изолированная квартира. 35 лет я прожила в коммунальной квартире. За 35 лет у нас было всякое разное. Мне очень понравилось. Ну, тут уже мои ручки. Эта квартира предоставлена для временного размещения, пока идут восстановительные работы в старом доме. Здесь все то, о чем Валентина Александровна мечтала, живя в коммуналке. Есть все удобства. Надо только навести порядок. Повесить ли устрои шторы. Вещи из старой квартиры перевезли. Материальную помощь город уже выделил. С переездом помогает знакомый Михаил. Раскладушки и матрасы для пострадавших предоставила администрация Ленинского района. Большинство людей, потерявших крышу над головой из-за обрушения стены, уже получили временные квартиры. Сегодня всем жильцам предоставили возможность вывезти вещи на автобусах. Просто так во двор не пускают из-за опасности новых ЧП. Но с переездом не все так гладко, как хотелось бы. Квартиры маневренного фонда большую часть времени пустуют. Из-за этого где-то не подключена вода, где-то перекрыт газ или отрезано электричество. Управляющим компаниям дано поручение срочно исправить все недостатки в тех квартирах, куда переезжают люди из расселенного дома. Мы по каждому адресу, там, где возникают проблемы, будем вопросы все решать. Это безусловно. Если жилье не в Ленинском районе, то, соответственно, будем этот вопрос решать соответствующим органам власти в другом районе. Будем подключать управляющие компании, руководство района. Безусловно, мы все проблемы решим по каждой квартире. Между тем, власти уже приступили к работам по ликвидации угрозы дальнейшего обрушения. Для начала необходимо обследовать аварийный дом. Зайти в уцелевшую часть здания жильцам позволят только после того, как разрешение дадут эксперты. А далее аварийные здания ждут восстановительной работы. Сегодня должны до конца дня утвердить проект по ликвидации угрозы. Ну и с понедельника планируем приступить к этому плану по ликвидации угрозы дальнейшего обрушения. И после этого уже будем разрабатывать проект на восстановление данного жилого дома. Проект восстановления дома будет составлен так, чтобы еще на многие годы вперед исключить возможность подобных чрезвычайных происшествий. Олег Зверев, Николай Епифанов, События. Проверка с воздуха. ГЖИ Самарской области обследует многоквартирные жилые дома с применением современных технологий. Как квадрокоптеры помогают выявить нарушения в ремонте, узнала Светлана Кудрявцева. Жители 41-го дома на улице Владимирской неоднократно жаловались в госжилинспекцию на плохое состояние крыши и межпанельных швов. Квартиры продувало. Новая управляющая компания взыскала средства с предыдущей, которая осталась должна жильцам почти миллион рублей. На эти деньги провели ремонт. Собрав собрание жителей, приняв решение, что нужно по текущему ремонту заменить данные швы, мы эту работу произвели. Теперь сотрудники ГЖИ повторно инспектируют кровлю и фасад здания, чтобы данные были точными, используют квадрокоптеры. Для того, чтобы для эффективного использования, скажем, обследования общего имущества, мы в работе принимаем квадрокоптеры. Для того, чтобы не отвлекать собственников помещений, и, соответственно, для нашего, скажем, удобства. И детали для того, чтобы разглядеть отдельные детали. Компактные беспилотники – это безопасный и эффективный способ обследовать объект, в том числе в труднодоступных для человека местах. Управляет аппаратом опытный оператор с земли. Мы можем подняться на высоту до 500 метров. Самый высокий дом в Самаре – это 120 небольших метров. То есть спокойно мы видим всю полностью крышу, фасад дома. То, что мы не сможем увидеть с земли, и даже с крыши, если она плоская. Госжилинспекция Самарской области – одной из первых в России, стала применять дроны для обследования многоквартирных домов. В год таким образом проверяют десятки зданий. Светлана Кудрявцева, Николай Милюткин, События. Придется раскошелиться. С 1 октября в самолетах эконом-класса пассажиры будут доплачивать за багаж. А в Минфине рассматривают возможность досрочно снимать средства с инвестиционных счетов без потери налоговых и льгот. Обо всем подробнее расскажет Светлана Кудрявцева в рубрике «Новости экономики». Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория. Чартерные авиакомпании сократят нормы провоза багажа в два раза. Если раньше можно было бесплатно брать с собой чемодан весом до 20 килограммов, то теперь лимит будет составлять 10, а для ручной клади – 5 килограммов. При этом допустимые габариты багажа составят 40 на 30 на 20 сантиметров. Норма вступит в силу уже с 1 октября. Данные нововведения будут действовать исключительно по билетам эконом-класса. Россияне смогут досрочно снимать средства с инвестсчетов без потери льгот. Такую возможность уже рассматривают в Минфине. В частности, речь идет о досрочном изъятии части средств без потери налоговой льготы в случае, если владелец инвестсчета попал в трудную жизненную ситуацию или решил использовать деньги в качестве первого взноса по ипотеке. Введение этой меры уже одобрили в Центробанке. По последним данным, в России открыто почти 3 миллиона инвестиционных счетов на сумму 250 миллиардов рублей. Ну а что такое индивидуальные инвестсчета, в чем их плюсы и минусы, узнаем в следующем сюжете. Индивидуальные инвестиционные счета начали использовать в России с начала 2015 года. По сути, это обычный брокерский счет, где клиент может покупать активы, которые торгуются на бирже, акции, облигации, валюту и другие продукты. В первые два года россияне открыли почти 200 тысяч ИИС. Сегодня их почти 3 миллиона. На общую сумму 250 миллиардов рублей. Как рассказывают эксперты, причина популярности в налоговых преференциях. При открытии инвестсчета можно оформить возврат налога. Я вношу сегодня 400 тысяч рублей на ИИС и подаю декларацию в следующем году и получаю возврат из бюджета 52 тысячи рублей мной уплаченного налога. Самое главное, что я этот налог в 2020 году действительно уплатил. В следующем году счет можно пополнить и снова вернуть НДФЛ. Вторая схема – это освобождение от налогов на доход, полученный в результате инвестирования. Предположим, я открыл счет, зачислил на него деньги и купил самый простой консервативный инструмент облигации федерального зайба, который выпускает Минфин. Ну, то есть фактически дал в долг государству. Я получаю взамен купонный доход, допустим, 7-8% годовых. Плюс к этому я получаю еще и вычет в размере 13% отложенных средств. Таким образом, уже в первый год инвестиций я могу получить 18-20% на вложенные деньги. Но не все так просто, напоминают эксперты. Иногда, заводя ИИС, можно не заработать, а потерять, например, если потребуется срочно закрыть инвестиционный счет. Такие вещи, они не страхуются. Ну, и, как я уже сказал, ликвидный случай, если возникнет потребность быстро деньги вернуть в депозит. Мы пришли, заявление написали о досрочном расторжении договора банковского вклада. Нам деньги все вернули 100%. Если речь идет об инвестициях, не всегда денежные средства можно вернуть 100%. Бывает так, что цена акции просела, и если мы хотим вернуть, то на вложенные 100 рублей наверно 90%. Потому что акции в моменте стоят дешевле. Еще одно условие для получения налоговых льгот – забрать средства со счета можно только через три года. Если вы закроете ИИС раньше, то все деньги полученного налогового вычета придется вернуть обратно в бюджет. Однако сейчас это правило пересматривают. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на предстоящие дни – 75 рублей 89 копеек. Доллар потерял 64 копейки. Курс евро – 88 рублей 68 копеек. Европейская валюта снизилась на 63 копейки. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Хамство на дорогах. Суммы штрафов растут, но самарские водители по-прежнему не уступают дорогу машинам скорой помощи со специальными сигналами. Наш журналист Анатолий Головко отправился в рейд вместе с сотрудниками ГИБДД и медиками. Чем закончилась операция «Маяк» расскажем в следующем материале. Не заметить и не услышать машину скорой помощи, которая мчится спасать пациентов, практически невозможно. Тем не менее, подобные отговорки – самые популярные среди нарушителей. Сотрудники ГИБДД и журналисты отправились в рейд вместе с медиками, чтобы напомнить автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. По словам водителей спецмашин, горожане зачастую ведут себя по-хамски. Едешь с сигналами, то есть начинают обгонять машину, то есть перед тобой встают, и ты уже не можешь проехать светофор, потому что стоит машина, которая тебя обгоняла до того просто-напросто. Хотя видят, едет, что скорая помощь, сигналами едет все. Очень часто такое бывает. Так получилось и на этот раз. Водитель такси, находившийся на пересечении Новосадовой советской армии, увидел автомобиль скорой помощи со специальными световыми и звуковыми сигналами. Сначала мужчина остановился, но затем решил двигаться дальше и создал помеху машине медиков. Вы что, куда-то спешили? Нет. Ну а почему тогда машину со спецсигналами? Стоял здесь, коренький. Далеко был здесь. Причем далеко, вы скорость не пропустили? Я постоянно пропущу. По словам полицейских, из-за нарушителей страдают не только пациенты, для которых каждая секунда может стоить жизни, но и водители, пассажиры, а также врачи. За 8 месяцев текущего года с автомобильными скорой помощи было зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 8 человек. Получили различные повреждения, повреждения различной степени тяжести. Автомобилисты, которые не пропускают машины скорой помощи, рискуют расстаться с водительскими правами на срок от 3 месяцев до года. Кроме того, нарушителей привлекают к административной ответственности и штрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Самарскому писателю Виталию Добрусину удалось отыскать единственного оставшегося в живых артиста Большого театра, который провел время в эвакуации в запасной столице. В Куйбышев заслуженный артист РСФСР Владимир Кудряшов ехал в одном поезде с Дмитрием Шостаковичем. Уникальные воспоминания артиста в материале Марии Левиной. Виталий Добрусин уже много лет изучает судьбы людей, которые так или иначе связаны с запасной столицей. На эту тему он выпустил уже два издания. Главные герои – музыканты и артисты, которые работали в Куйбышеве в военные годы. Последние 10 лет писатель занимался поиском артиста Большого театра Владимира Кудряшова, который в 41-м году приехал в Куйбышев в одном пласткартном вагоне с композитором Дмитрием Шостаковичем. В запасной столице артист балета находился до августа 43-го. Виталий Добрусин нашел артиста совершенно случайно, наткнулся на упоминания в Московской спортивной газете. Писатель связался с автором статьи, а тот подсказал, как найти Владимира Кудряшова. Я очень боялся звонить, потому что, понимаете, дело в том, что, ну что такое живая легенда, человек, которому 28 июня исполнилось 97 лет. Опасения оказались напрасными. Владимир Кудряшов живо отреагировал на звонок и поделился сокровенными воспоминаниями. В том числе и о приезде в Куйбышев Дмитрия Шостаковича. Я был уверен, я писал об этом, как Дмитрий Шостакович с 22 октября 1941 года вместе со своей женой Ниной Васильевной, дочерью пятилетней Катей и сыном трехлетним Максимом приехал в Куйбышев, как это было на железнодорожном вокзале. Я это описывал, я живо это представлял, поскольку он ехал в одном отсеке, в одном плацкарте вместе с Шостаковичем и рассказывал уникальные подробности, как они неделю добирались из Москвы, с Казанского вокзала до Куйбышева. То никакой Нина Васильевна рядом не было, родственники приехали позже. Пути поезд пропускал военный эшелон и несколько раз останавливался в степях. Артисты выбегали, чтобы укрыться от вражеских бомбежек. По приезде в запасную столицу их поселили в школьные классы, где одновременно в каждом жили по 20 человек. По 40 минут они добирались до площади Куйбышева и весь день до ночи трудились в театре. Сборы от билетов за спектакли уходили на поддержку советской армии. Владимир Кудряшов поделился с Виталием и воспоминаниями о премьере Седьмой симфонии, во время которой он сидел на галерке и наблюдал оглушительный успех – неутихающие овации. В запасной столице переплетались судьбы. Во время ранения в Куйбышевском госпитале лежал Алексей Моресьев. Летчику медики поставили однозначный приговор, но он с ним был не согласен. Алексей Моресьев был знаком с артистами Большого театра и любил заглядывать к ним на репетиции. Ему артисты Большого театра сказали, если хочешь в совершенстве овладеть протезами, тебе нужно учиться танцевать. И они ему помогали учиться танцевать. Потом его в итоге восстановили, дальше уже в санатории Чкалова нашем, только он тогда по-другому назывался, и он оттуда вернулся на фронт. И не просто вернулся, будучи безноким летчиком, он сбил семь вражеских самолетов и стал героем Советского Союза. Это лишь малая часть воспоминаний заслуженного артиста РСФСР Владимира Владимировича Кудряшова. В воззримом будущем писатель и драматург Виталий Добрусин планирует снять о нем фильм, который войдет в цикл «Самарские судьбы». А уже в эти выходные, 12 и 13 сентября в 11 часов, он поделится интересными фактами на площади Куйбышева. Мария Левина, Максим Гусев, События. В Самарском художественном музее открылась выставка азбука шедевров. Представлены полотна известных русских живописцев – Саврасова, Тропинина, Коровина и других не менее именитых мастеров. В числе первых экспозицию увидела глава Самары Елена Лапушкина. С вернисажей репортаж Марии Левиной. Знаменитые игрочи прилетели. Саврасова, а также известные картины Шишкина, Верещагина, Тропинина и других великих русских художников на месяц поселились в стенах Самарского художественного музея. 36 картин привезли из Нижнего Новгорода, поскольку там музей закрылся на реконструкцию. В экспозиции – картины, которые часто используют в качестве иллюстраций в книгах и учебниках. У нас прекрасное собрание нашего русского искусства. Мы должны быть благодарны купцам Шахабаловым, которые были великие коллекционеры. И они лично покупали работы у Маковских, у Репина. И наши самарские зрители, наши друзья, они выросли, собственно говоря, на произведениях из русской коллекции. И нам хотелось бы даже провести некую аналогию с собранием Нижегородского музея. Эта выставка была сформирована и отобрана персонально для Самарского художественного музея совместно с кураторами из музея Самары и нашими искусствоведами. В таком составе эту выставку не увидят нигде. В числе первых экспозицию оценила глава Самары Елена Лапушкина. Выставка получила название «Азбука шедевров» и это совсем не случайно, уверены зрители. Я колеблюсь между словами «счастлив» и «восторги», потому что я был в Нижнем и ходил в музей, все это смотрел, но это было давно. А сейчас это здесь и можно опять замереть перед Куинджи или Саврасовым. Мне кажется, это такое счастье-счастье и 100% я обязательно приду сюда вновь, когда пройдет открытие, когда будет тише, спокойнее и когда можно будет 100% у каждой картины замереть, постоять. Хотя, наверное, это займет около полудня, чтобы все это пройти и почувствовать. Это очень хорошая выставка и здорово, что ее привезли в наш город. Впечатления, в принципе, самые положительные. То есть вкус в этом есть, это самое главное. Прийти и насладиться шедеврами русской живописи можно до 12 октября. Мария Левина, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, на сайте телеканала Самара Гис и в соцсетях. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Все вам доброго и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова